Сейчас мы будем проводить занятия с молодыми людьми, воспитанниками православного лагеря «Скиния». Они еще не знают, о чем на самом деле пойдет речь. Ждет большой сюрприз. Давай что-нибудь замутим, покурим там. Давай. Пивка выпить, джинатоника, какой-нибудь энергетика. Все курят, и я курю. Так а что? Вот в вашем возрасте разговоры про вредное положительного воздействия не оказывают никак. Наоборот. Несовершеннолетние кандидаты на тот свет, которые приходят ко мне на консультацию сейчас каждый божий день. Нам нужно с вами, чтобы вы стали здоровым поколением. Тем поколением, которое будет создавать Россию. Лучше даже сказать, воссоздавать ее сейчас придется. Вот тому, что я сейчас рассказываю, нигде не учат. Нет. Большая часть людей на чем-то сидят. Им дороже предмет зависимости, чем то, что у них отнимают страну и даже жизнь. Православие – это единственная система жизни человека, где он может стать лучше, чем он был. Знаете об этом? Никаких других систем жизни, никаких религиозных верований, да и вообще любой другой человеческой природой организации, которая приводила бы к тому, чтобы человек стал лучше, чем он был раньше – нет. Сам человек лучше себя сделать не может. Ему это не дано. Сам человек, родившись на свет, предоставленный сам себе, он портится. Это мягко говоря. Портится и сам этого не замечает. И когда-то его испорченность достигает таких размеров, таких масштабов, когда он начинает страдать он сам и начинает страдать окружающий. Ну и то, что мы портимся – это непреложный закон падшей человеческой природы. Никуда не денешься. Ладно, сегодня я хотел бы с вами поговорить и на эту тему тоже. Но главная наша цель в сегодняшней встрече, как вот мы договорились с отцом Никитой, это поговорить о зависимости как таковых. Что это такое? Что это за такой феномен, который стал самой распространенной психической патологией в мире и у нас в стране? И можно сказать, эта патология сейчас приняла такой субтотальный характер, то есть почти всеобщий. Я как врач, который уже много лет занимается зависимостями, когда я пришел в эту область, в область наркологии, то у меня еще были такие, знаете, чисто медицинские представления об этой проблеме, такие представления, которые нас учили в институте, в медицинском. Что, ну вот, человек начал что-то употреблять, чем-то злоупотреблять, привык, не может отвыкнуть, надо что-то с этим делать. Надо как-то его отвадить от этого. Если он сам не может, надо ему помочь. Надо его, наверное, положить в больничку, какими-то лекарствами его попичкать, что-то ему такое рассказать, чего он раньше не знал, и все. И дальше он будет жить нормальной человеческой жизнью. А нет, не получается. Не получается. Если человек получил какую-то зависимость от чего-то, то, как показывает жизнь, он сам ее преодолеть уже не сможет. Он может пытаться, стараться, когда он поймет, что это проблема, и с ней надо что-то делать, но ничего не получится. Он может менять одну зависимость на другую, более тяжелую, как правило. Но вырваться из этого плена сам он уже не сможет. Вот это такая непреложная правда о человеке. Человек такой. Он очень слабый, очень уязвимый. Когда я поработал в медицине, я заведовал отделением наркологическим в Центральной городской больнице города Екатеринбурга несколько лет. И я понял, что мы никого не лечим. Вот если мы только находимся на таком уровне представления о человеке, что это такой биологический объект, такой ходячий суповой набор, говорящий, на который надо воздействовать только медикаментозно, то мы никого не вылечим, мы никого не спасем. Ну и вот тогда я занялся вот такой психотерапией, которой я сейчас занимаюсь, основанной на православном вероучении. Она называется нравственно-ориентированная психотерапия. И здесь, да, здесь мы видим результат. Но эти результаты достаются неимоверным трудом, потому что это подразумевает изменение самого человека. Если человек к чему-то пристрастился и что-то стало предметом зависимости для него, то для того, чтобы его вылечить, недостаточно разлучить его с предметом зависимости. Неважно, наркотики, алкоголь, сигареты, вейпы, что-то еще, телефон, самая распространенная сейчас зависимость, телефонная. Недостаточно. Разлука с этим предметом сама по себе ничего не дает. Если зависимость уже сформировалась, то сколько бы времени человек по какой-то причине не воздерживался бы от предмета зависимости, если кроме воздержания ничего больше не было, то рецидив заболевания гарантирован. При этом, чем дольше был период воздержания, тем будет тяжелее срыв болезни. Это закон природы, этого заболевания и закон человеческой природы. Я не буду, конечно, вам сегодня рассказывать ничего про вред курения. Как обычно это говорят, знаете, курить вредно. Это пагубно сказывается на состоянии телесного здоровья. Развиваются хронические заболевания легких, сердца, других жизненно важных органов, головного мозга. Тормозится развитие человека как личности. У него страдает интеллект, и если он будет систематически курить, то, скорее всего, те способности, которыми наделил его Бог, в нем не разовьются. Это я так просто. Такое одно вводное слово. Потом мы еще к этому вернемся. Нам надо с вами понять обязательно, что такое зависимость. Чтобы выжить. Наша с вами задача здесь на земле – это выжить и сохраниться как человеку, как личности. Нам нужно с вами не просто быть здоровеньким телом. Это тоже очень важно. Чтобы вы были здоровыми. Чтобы вы стали здоровым поколением. Тем поколением, которое будет создавать Россию. Лучше даже сказать, воссоздавать ее сейчас придется. После того, что началось. И поэтому наша молодежь должна быть физически крепкой. Беспристрастной. То есть, чтобы не было пристрастий, которые губят людей. Но наша с вами задача выше, чем это. Вы находитесь в православном лагере, и вы это наверняка уже знаете, вас этому учат. Наша задача, сверхзадача человека – донести свою бессмертную душу в наименее поврежденном состоянии до Бога, который нам эту душу дал. Чтобы потом, бесконечно, вечно жить с ним одной жизнью. Совершенной, блаженной, вечной. Мы здесь все для этого. Мы ведь здесь все, собственно, поживем, поживем да помрем. Или кто-то собирается здесь оставаться навсегда? Нет? Есть желающие остаться здесь навсегда? Нет? Ну, вот видите. Мы не здешние. Как бы нам здесь не нравилось, нам придется этот мир оставлять. Кому-то раньше, кому-то позже. Причем никто не знает, когда. Никто не знает. Вот парни сейчас, которые воюют наши на Донбассе, и наши, и украинцы, они тоже, наверное, предполагали, что доживут до старости, когда были в вашем возрасте. А, видите, вот обстоятельства сложились так, что им приходится свои жизни отдавать сейчас. И переселяться туда. Уже сейчас. И мы здесь тоже. Движемся по пути туда. И пока мы движемся, мы должны, если не насобирать что-то, что обеспечит нам там жизнеспособность, то хотя бы не утратить того, что в нас уже заложено Богом для жизни там. И для этого нам с вами очень важно знать, что такое зависимость. Которое становится серьезнейшим препятствием для этого. Серьезнейшим. Если бы не это, можно было бы вообще ничем не заниматься. Ну какая разница, от чего человек помрет? От водки, от наркотиков, от каких-то извращений. Пуля его где-нибудь застигнет на войне, или так, случайная, шальная. Или в пьяной драке его зарежут. Какая разница? Все равно все там будем. Нет, в том-то и дело, что все мы там будем, но не у всех там будет жизнь. Кого-то там ждет страшная вещь, когда все равно жить, но при этом вечно мучиться. Когда человек предпочел бы вообще не быть, вообще исчезнуть, но это невозможно. Так вот, смотрите. Зависимость, какая бы она ни была, это утрата самообладания. Когда человек перестает быть хозяином, своим мыслям, чувствам, желаниям и поступкам во всем, что касается предметозависимости. Какая-то стихия его захватывает, и он ничего не может ей противопоставить. При этом сам человек какое-то время еще остается психически здоровым, то есть у него нет психоза. У него нормальная критика к тому, что с ним происходит. Он понимает, что это ненормально, так быть не должно. Это проблема, ее надо решать. Если это болезнь, ее надо лечить, но что бы он сам не пытался делать с этим, у него ничего не получается. И это еще больше его расстраивает. И он может отчаяться, просто опустить руки и уже не сопротивляться этому. Просто отдаться этой стихии, и бог с ней будет, будь что будет. Он даже будет это оправдывать. А все так живут. Кто сейчас не пьет, как у нас в советские времена говорили? У нас не пьют только совы. Они днем спят, когда винный магазин работает. А ночью магазины винные тогда не работали. То есть сейчас можно алкоголь заказать. Все курят. И я курю. Как у меня был один мой друг, мы с ним учились вместе в институте. Тоже был врач-психиатр, царство ему небесное. Вот когда он уже был в тяжелейшей алкогольной зависимости, он говорил, так а что? У меня дед пил, отец пил. А я что? И я тоже пил. И вот он в 15-м году умер в запое, будучи еще вполне таким молодым человеком, мужчиной. Так вот, утрата самообладания. Самообладание – это очень интересная тема. Самообладание – это самое высокое, самое тонкое и самое хрупкое свойство человеческой природы. И мы его утрачиваем первым. Если мы просто родились и живем, то первое, что мы утратим, это будет наше самообладание. А самообладание из области свободной воли. Значит, из области духа. И мы наживаем себе серьезную духовную проблему. В первую очередь. А человеческий дух – это самый высокий уровень саморегуляции. Или, лучше сказать, по-медицински, жизнедеятельности. От состояния человеческого духа зависит все, что ниже. Психика, физиология, все до последней химической реакции, в результате которой образуются углекислый газ и вода. Все зависит от состояния человеческого духа. Все этим определяется. И если мы просто с вами живем, то мы обязательно доживем до расстройства нашей духовной сферы, самого высокого уровня саморегуляции. Мы самообладание утрачиваем в любом случае. Обязательно. Потому что мы не самодостаточные. Мы не сами себя сделали. Или есть кто-нибудь, кто сам себя сделал? Ну, кто является продуктом себя самого? Где-то вот он сам себя выработал. Нет? У нас нет внутреннего источника жизни и саморазвития. Нам его никто не давал. Вот мы с вами родились на белый свет и получили себя в готовом виде. Вот руки, ноги, голова. 3 600. В среднем. Да, говорят? 3 600. И что, мы живем самодостаточно? Да нет. Ребенок, как родился, сразу начинает требовать еды. И вот только что оторвали от источника питания, перерезали пуповину, а у него организм интенсивно растет и требует энергии и строительных материалов. Он испытывает сразу колоссальный голод. Поэтому он орет. И человек будет требовать еды до последнего дня жизни своей. Потому что без еды он жить не может. Но он все время будет думать, что он самодостаточный. А попробуй его оставь без еды. Вот вас попробуй здесь на сутки оставь без еды. Что будет? Ну, лагерь закончится, я так думаю. Мы сами не можем восполнить того, что мы растрачиваем. Но можно только тратить. Мы вот себя получили в готовом виде. Вот этот наш душевно-телесный потенциал, которым мы сейчас с вами сидим здесь, занимаем объем пространства и друг на друга смотрим. Мы этим пользуемся. Значит, используем. Значит, тратим. И только тратим. Больше ничего не делаем. Если мы думаем, что мы увеличились в объеме и в массе, и что-то мы себе прибавили, мы ошибаемся. Это просто программа, которая в нас заложена, она работает. Надо есть, а мы не можем не есть. Нам хочется кушать. Чтобы поумнеть, надо просто родиться и жить. Потому что у нас есть ум. И если мы смотрим, слушаем, обоняем, осязаем, и прикасаемся к этому миру, который нам дан в чувственном восприятии, то мы будем умными. Так человек устроен. Раньше ведь люди жили без всякого образования. Даже были неграмотными, но они были очень умными. Вот наши предки. Еще относительно недавние. Вот такую огромную страну, в которой мы с вами живем, в общем-то создали неграмотные люди. Это их труд. Но они были очень умными. Они умели жить с меньшим количеством ошибок по сравнению с нами. Поэтому в каком-то смысле они были даже умнее нас. То, что человек... Так это тоже программа, понимаете? Ум — это тоже программа. Если ум, живешь, ты будешь умнеть. Ну, если, конечно, у тебя там нет каких-то серьезных дефектов врожденных. Какой-нибудь задержки психического развития. И то все равно поумнеешь. И сам человек вернуть себе утраченное не может. Как бы ни старался. Вот интересно, да, получается? Мы до 25 лет с вами растем. Вот я тоже, как вы, до 25 лет рос. Это тоже была программа, которая в нас Богом вложена. А потом, после 25 лет, наш организм начинает потихонечку увядать. Мы этого пока не замечаем. Нам кажется, что мы еще молоды. До старости 200 лет, потому что старости вовсе нет, как когда-то пел один советский певец Малежик. А потом, нет, мы понимаем, что мы уже давно не развиваемся. Мы увядаем. Мы вот смотрим на своих родителей, своих бабушек и дедушек. С ними когда-то было то же самое. Вот мы смотрим на фотографии их детские. Они когда-то были такими же, как мы, а сейчас они другие. У них сейчас какие-то болезни, они старятся. Старятся, болеют. Потом умирают. И это тоже какая-то программа. Значит, сам человек, предоставленный сам себе, он ничего не приобретает. Просто он вырабатывает какую-то программу, которая в него заложена, и покидает этот мир, и все. Это то, о чем стоит задуматься. В вашем возрасте уже очень серьезно. А если человек еще начинает чем-то злоупотреблять или подвергается каким-то, знаете, как мы говорим, психоэмоциональным перегрузкам, каким-нибудь стрессам, то он вот это самообладание, о котором мы говорим, он утрачивает еще быстрее, просто моментально. В отношении предмета зависимости он моментально утрачивает самообладание. Стоит один раз что-нибудь покурить, и все, ты уже другой человек. Стоит один раз что-нибудь выпить, и ты уже другой человек. Ты уже на какую-то часть утратил самообладание, которое ты вернуть себе не сможешь. Так работают все психоактивные вещества, которые продаются у нас в гастрономе, между прочим. Там, правда, говорят, детям до 18 лет нельзя. Ну, все равно продают, так ведь. А иначе откуда у нас появлялись бы несовершеннолетние кандидаты на тот свет, которые приходят ко мне на консультацию сейчас каждый божий день. Каждый день ко мне родители приводят подростков, которые нажили себе вторую стадию какой-то зависимости. А вторая стадия, это значит, он, предоставленный сам себе, уже не жизнеспособен. И вот уже в этом возрасте человеку приходится узнавать очень важные вещи. Хорошо, если он узнает об этом. Что вернуть человеку утраченное самообладание может только тот, кто ему его дал. Кто человека задумал, создал, у кого на человека есть авторские права и коды доступа. Это Бог. Он единственный, кто может вернуть человеку утраченное в лучшем виде. Именно в лучшем виде. Потому что в том виде, в каком мы это получаем изначально, это либо крайне недостаточно, или никуда не годится. Вот если я, как врач, смотрю, скажем, на современных деток, младенцев еще, то у меня складывается впечатление, что у них отродясь не было никакого самообладания вообще. Когда трех-четырехлетний ребенок закатывает истерику, такую, что он сам не понимает, что с ним происходит. Вот он не просто потерял самообладание и упал тут без чувств, без воли, без чувств. Наоборот, мы видим, что у него появляется какая-то бешеная активность. Он начинает кататься по полу, биться головой об стену, орать, как резанный поросенок, членораздельный что-то. Он еще говорить, как следовать не научился. Я вот никогда не забуду эту историю, знаете, это было где-то в нулевых годах. Я стою в магазине на кассе в супермаркете, а передо мной мама с трехлетней девочкой, ну, года три-четыре такая девочка. Дочка маме говорит таким еще неуверенным, знаете, языком русским. На кассе, знаете, выставляли уже тогда всякие сладости для детей, привлекательные, такие яркие, чтобы они начали у родителей выпрашивать эти сладости. А у родителей уже кошелек в руках, и он тут расплачивается за продукты, ну, и за одним уже, ладно. Такой маркетинговый прием. Эта девочка увидела чупа-чупсы, вот так вот торчат из стакана. Она маме говорит, купи чупа-чупсы. Та говорит, нет, купи чупа-чупсы. Она говорит, я тебе вчера покупала. Купи чупа-чупсы. Я же сказал, нет, у меня денег нет на чупа-чупсы. Купи чупа-чупсы. И вот это вот купи чупа-чупсы, купи чупа-чупсы. И в конце, я уже не обращаю внимания, думаю, сейчас они пройдут, и это закончится. А потом я смотрю, эта девочка начала истошно орать. Она упала на пол, начала вот так вот поповы кататься. Мама, ей стыдно, ужасно за дочку. Та закатывается под кассу, кассирша подпрыгивает там. Ничего, никто понять не может. Все в шоке, все молчат. Никто слово выговорить не может. Мама хватает дочку в охапку и выбегает на улицу. Зима. Все так переглядываются. Что это было? Вот как, какие дети сейчас, а? Что-то там началось вот такое. Потом я выхожу на крылечко, мама с дочкой там стоят, и она до сих пор еще не может успокоиться. Она, знаете, так... Едва-едва приходит в себя. Что с ней было? Скажу вам откровенно, вы это должны знать, вы люди православные. А может быть, в другой аудитории этот номер не прошел бы. Но меня бы не поняли. Когда человек утрачивает свою волю, которая у него, может, и была, свою свободу, ему навязывается воля ближайшего к нему духовного окружения. А это демонический мир. Бесы. Это наши ближайшие соседи по духовному пространству. Наша душа там прописана. Человеческая душа там же, в этом духовном мире живет. И наш ум, воля и чувства, из которых состоит наша душа, они там находятся. Они не просто соседи у нас по лестничной клетке. Мы с ними на одном этаже живем. А они нагло лезут в нашу квартиру, в наш дом. Не церемонясь. Они навязывают нам свои мысли. Они могут это делать. И если мы думаем, что кроме нас здесь никого нет, то мы эти мысли принимаем за свои собственные. А потом все, что с нами происходит. Вот наше собственное мышление на эту тему начали думать. Мы же умные. Начали думать. Потом у нас появляется какое-то желание. Потом какой-то поступок. Мы что-то делаем. Мы куда-то встали, пошли и что-то купили, и что-то съели или выпили. Ну, захотелось. Я что, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Так вот, все, что происходит потом, когда мне кто-то эту мысль внушил, первичную, которую я даже осознать не успел. Если эту мысль мне внушила до смерти враждебная мне личность, а они именно так к нам относятся, то тогда все остальное, что происходит потом, это самоубийство. И я уже, по сути дела, себе не принадлежу. Мною уже кто-то управляет. Вот присмотритесь к тому, что с нами происходит, когда у нас возникает волна раздражения и гнева на другого человека. Вот это что? Это моя продукция или нет? Я только что вот к этому человеку вообще не имел никаких претензий. А сейчас я готов ему башку снести. Он что-то мне сказал. И вот эта вот мысль, желание, поступок, это настолько быстро произошло, что я уже другой человек. Произошла какая-то подмена личности. И мне все говорят, ты что, с ума сошел? Ты что, ненормальный? Успокойся немедленно. А я вот на это время, я со своего ума сошел. Мой ум, воля и чувства кто-то оседлал. И кто-то мною управляет. Вот это наша повседневная реальность, дорогие друзья мои. Это нужно знать. Не надо этого пугаться. Эта ситуация случилась уже давно, сразу после грехопадения. Поэтому всю историю рода человеческого было именно так. И вся история делается такими людьми. Если они живут предоставлены сами себе, то в большей или меньшей степени они бесодержимы. И мы с вами тоже. Если мы просто живем, дышим воздухом и занимаемся собой, то рано или поздно мы увидим, что кто-то нами владеет. Мы не свободны. А знаете, что такое свобода? Кто-то может сказать, что такое свобода? За которую сейчас так бьются, столько крови льется. Свобода от греха. Это хочется сказать аминь. Это, вероятно, вам здесь сказали в лагере. Свобода от греха. Ну или на воскресной школе. А сами-то вы что думаете на эту тему? Это же независимость. Независимость от чего? От всего. От всего? Не, чтобы не может быть. Практически. Но от базового того, что есть пить. То есть, кто обладает этим качеством, которое не зависит от того, чтобы есть пить? Не зависит только Бог. Только Бог. Совершенно верно. Все остальные зависит. Так вот, для человека свобода – это не когда я что хочу, то и делаю. Вот когда я что хочу, то и делаю, я очень быстро утрачиваю те ее задатки, которые у меня были. И я утрачиваю самообладание. Я что-то делаю, да. Я как-то живу. Что-то со мной происходит. Я думаю, принимаю решения, совершаю поступки. Но если я предоставлен только сам себе, то я очень быстро теряю самообладание и оказываюсь несвободным. Свобода – это когда человек может позволить себе не делать того, что он хочет. Или когда он может заставить себя сделать то, что он не хочет. Когда человек может подняться своей личностью над своей природой и ею управлять. Вот когда человек оказывается на этом самом высоком этаже своей саморегуляции. И оттуда он управляет самим собой, своей природой, своей психикой, своей физиологией. И тогда он вполне человек. Человек отличается от животных, по большому счету, вот этим. Ни одно животное, даже самое высокое млекопитающее, этого не имеет. Это богоподобное качество. Это образ Божий в человеке. Способность владеть собой. И именно на эту нашу способность покушаются те ребята, которые являются нашим ближайшим духовным окружением. Это они нам говорят, давай-давай, что-то, да не бойся, нормально, все так живут. Давай, не парься, давай, наливай, выпивай, закусывай. Давай что-нибудь замутим, покурим там. Давай. Мы же свободные. А почему бы не попробовать? Как знаете, я в одной школе был, это тоже где-то там еще в нулевых годах. Я тогда, у нас позвали несколько человек, врачей-наркологов, провести занятия по профилактике зависимости. И завуч по внеклассной работе, по-моему, она нас представляет и говорит, вот прежде чем доктора будут с вами разговаривать, а там сидят девятиклассники, десятиклассники, я хочу вам сказать следующее. Человек, вот вы, вы свободные люди. И каждый человек должен попробовать все, что захочет. Выбрать из того, что он попробовал, человек должен попробовать все. И выбрать из этого то, что ему больше понравится, и из этого создать свой неповторимый стиль жизни. Я вот это услышал, но я понял, что это какая-то методичка, это она не сама придумала. Что учителей так учили где-то, натаскивали, так разговаривали с детьми. И я потом стою и говорю, вот я хочу сделать одну поправку к тому, что сейчас сказала завуч по внеклассной работе. Еще никогда в жизни никому не удавалось попробовать все и при этом выжить. Что-то из того, что человек позволяет себе попробовать, становится обязательно предметом зависимости и причиной смерти этого человека. Так устроен человек. Она как-то так не это обиделась, что я так шибко сильно поправил то, что она сказала. Но я сказал правду, и это не я придумал. У нас свои методички на эту тему. И для того, чтобы вот так расчеловечиться и уподобиться млекопитающим, надо просто себе что-то позволить. Особенно из того, что взрослые говорят, вот это нельзя, это вредно. Вот в вашем возрасте разговоры про вредное, они положительного воздействия не оказывают никак. Наоборот. Они могут даже стимулировать человека на то, чтобы сделать то, что вредно. Как мне младшая дочка, ей сейчас уже 20 лет, она говорит, пап, будешь проезжать мимо магазина, купи мне, пожалуйста, яду. Это она имеет в виду, ну, Кока-Колу, сейчас вместо нее продается то, что у нас делают сейчас, вместо Кока-Колы. Она иногда себе это позволяет, маленькую бутылочку купи, любит. Если человек делает это регулярно, а так развиваются все наши зависимости, в результате повторений одного и того же, то он очень быстро утрачивает самообладание, то есть свою свободу на этот предмет зависимости. И все меньше и меньше становится похожим на человека. И все больше и больше становится похожим просто на млекопитающий. При этом он говорит, он считает себя умным, может даже самым умным, самоспособным. Но что-то важнейшее, ключевое, что касается его человечности, он уже утратил. И что бы он там сам о себе не думал, это неправда. Как бы он о себе не мечтал. Если он уже на что-то подсел, и ему уже чего-то нестерпимо хочется, хочется удовлетворить эту потребность, и он не может себе в этом отказать, «Извините, ребята, приехали, сливай воду». От твоей человечности уже осталось не так много. А дальше больше. В общем, расчеловечивается, вот начиная просто что-то там курить, что-то парить, пивка выпить, джинатоника, какой-то энергетика. Стоит только войти на эту территорию, стоит только начать. И дальше процесс будет развиваться уже независимо от тебя самого. Одно неловкое движение в жизни, и человек может расчеловечиться очень быстро. И хорошо, если доживет до центра подвижника, и окажется там. Большая часть не доживает. Сами вот эти штучки, которые люди засовывают себе в рот и выпускают там дым или пар, они кажутся безобидными. А это вход на эту территорию. Ты туда зашел. То, что ты там дышишь формальдегидом, который разрушает твою центральную нервную систему, и клетки там обвально гибнут, потому что то, что там заложено в качестве веществ, при высокой температуре выделяет формальдегид, а это нейротоксический яд, и ты останавливаешь свое психическое развитие, душевное развитие, это неизбежный побочный продукт. Главное, что ты расчеловечиваешься. Ты уже становишься как человек просто неблагонадежен. С тобой нельзя иметь дело. За тебя нельзя выходить замуж. На тебе нельзя жениться. Ты неблагонадежен. Ты сам собой не владеешь. Ты не можешь выдержать обетов трезвости или обетов верности, которые ты дал. Что бы ты там ни обещал, ты собой не владеешь. Ты не сможешь построить семью. Тебе нечем. Потому что для того, чтобы построить семью, нужно вытерпеть человека, на котором ты женился или вышел замуж. А тебе чем терпеть? У тебя нет самообладания. Ты его утратил на предмет зависимости. И тебе дороже предмет зависимости, чем твоя жена или муж. Ты готов с женой или с мужем расстаться? А вот, как один тоже мой товарищ еще в институте говорил, старше нас всех на 8 лет, он говорил, что бы я водку на бабу променял, да никогда в жизни. Но он так и не женился. Он сделал попытку, у него там родился ребенок, и жена его выгнала. Ему нечем было быть мужем и женой. Мужем и отцом нечем. Поэтому мы с вами должны вот это очень хорошо знать. В этом смысле вот те, кто сейчас здесь в лагере в Скини, должны быть осведомленнее, чем их сверстники, с которыми учатся они в школе в одной. А потом будут в одних вузах учиться. Вам нужно знать правду. Этому нигде не учат. Вот тому, что я сейчас рассказываю, нигде не учат. У нас это не принято. Этому учат только православие. 2000 лет, правда, уже учат, но если отойти от православия, как от системы жизни, то начинается расчеловечивание сразу. Вот мы попробовали это сделать в нашей истории. В начале 20 века мы отказали Богу в праве на существование на территории исторической России, которая тысячу лет была православным царством. И что? Мы потеряли страну. Страны нет. У нас все отобрали. Без сопротивления, потому что мы были уже от всего зависимы. Мы начали пьянствовать, драться. У нас Бог начал наказывать различными катаклизмами общественными, войнами. Но мы до сих пор, разумеется, никак не можем. Продолжаем утрачивать. Мы продолжаем вымирать по миллиону в год. И мы даже не отдаем себе отчетов в том, что происходит. Потому что большая часть людей на чем-то сидят. Им дороже предмет зависимости, чем то, что у них отнимают страну и даже жизнь. Это тоже надо знать. Ведь то, что подростки так быстро теряют жизнеспособность, это же часть огромного плана по обезлюживанию планеты. Слышали об этом, нет? Что сейчас есть такой тренд. И те, кто являются хозяевами денег у нас, они хотят к концу 21 века оставить на земле не более полутора миллиардов человек. А сейчас сколько кто знает? Осталось. Представляете? Шесть с половиной миллиардов надо утилизировать. Как? Да очень просто. Надо, чтобы сначала папа с мамой подсели на телефон с выходом в интернет, а потом, чтобы они этот телефон лет в восемь, в десять подарили своему ребенку. И все. И больше ничего не надо делать. И на этом ребенке пресечется род. Потому что ребенок, который получил бесконтрольный выход в интернет, он обязательно воспримет либо самоубийственный образ жизни, либо совершит самоубийство, либо будет жить так, что от него больше никто не родится. Так задуман молодежный интернет. Он на это заточен. Там никто никого не хочет развлекать. Просто так. Те, кто создают весь молодежный контент, они уже в открытую говорят, что мы создаем виртуальный наркотик, чтобы человек туда вошел и оттуда больше никогда не вышел. И мы видим, я вот вижу по своей работе, как подростки, которые бесконтрольно выходят в интернет, они превращаются в чертей. Они сатанеют. Они оказываются под бесконтрольным воздействием демонических сил. Они противопоставляют себя своим родителям, своей семье, своему народу, роду, культуре своей. Они превращаются в хамов неисправимых. Они желают смерти своим родителям. Вот сидит девочка вот такого возраста, как у вас, у меня в кабинете, на приеме с мамой. И при мне маме говорит, что бы ты сдохла, дура? Это она говорит или кто-то другой? Вот поди разберись, где она, а где черти, которыми она водится уже. И семьи рушатся из-за этого. Родители впадают в депрессию, в отчаяние. Они вкладывались, вкладывались в своих детей. Те дожили до 12 лет, 13 лет. И все. И они не просто перестали быть их детьми, а они стали их врагами. Вот так работает эта система. Это война. Война сейчас идет не только на Украине, она давным-давно ведется в интернете. И там мы несем гораздо больше человеческих потерь, чем на фронтах, чем на фронте. Поэтому сейчас для вас нет большей задачи, чтобы сохранить тот задаток свободы, который в вас Богом вложен. Чтобы не разбазарить эту драгоценность, это богоподобное качество, на всякую дрянь, на желание испытать чувственное удовольствие, которое вам пообещали. сказали, тебе будет хорошо. Сделай это, тебе будет хорошо. Очень важно не переступить эту черту. В жизни, вот так вот, как мы вначале говорили, сохранить свою бессмертную душу в наименее поврежденном состоянии для Бога, с которым нам обязательно встречаться. Обязательно. Вот знаете, что Христос, которого мы изображаем на иконах, и перед этими иконами, перед Его образом молимся, мы Его увидим самого, все, без исключения люди. Живехонького, здоровехонького, и будем перед Ним стоять. И Он нам не будет ничего говорить. Мы увидим себя в божественном свете. Это будет такая страшная картина. Мы не только ничего не приобрели для того, чтобы жить той жизнью, которой живет Он, как человек, а мы растратили то, что Он нам дал в качестве возможности достичь этой жизни. Просто за понюшку, табаку или какой-нибудь дряни. Мы на эти чувственные удовольствия истратили всю свою способность переживать какую бы то ни была радость. Даже радость, источником которой является Бог. Он единственный источник радости. Никаких других источников радости нет. Все остальное чувственное удовольствие, которое вместо этой радости и претендует на нее. И мы на эти чувственные удовольствия растрачиваем свою способность переживать радость от общения с Богом. А нам ничего другого там не останется. Там никаких чувственных удовольствий нет. Там будет, как говорит апостол Павел, Бог все во всем. А мы здесь все растратили. И когда тратили, считали, что мы такие крутые, так это все прикольно, нормально. Мы такие непростые ребята, можем себе позволить что-то там такое. И никто не узнает. Может, кто-то и не узнает здесь. А Бог видит все. Он видит все этапы, на которых мы растрачиваем свою человечность. И как говорил святой отец первого тысячелетия Исаак Сирин, страшен вкус гиены. Но страшнее кроткое лицо Господа, которое отворачивается от нас со словами истины, говорю вам, не знаю вас. Как говорит священное писание, тогда многие захотели бы умереть, но смерть не найдет их. Смерти нет. Придется жить. Вот с этим придется жить. И восстановить там уже ничего будет нельзя. Мы можем вернуть себе утраченное только пока у нас есть время. Пока у нас есть вчера, сегодня, завтра. Пока мы можем, сегодня обернувшись назад, раскаяться во всем перед Богом, чтобы завтра с Его помощью стать другими. Потому что другими, лучше, чем мы были, может нас сделать только Он. И больше никто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова